Продолжение следует... Всех приветствую! 2 декабря. Уже у нас зима началась. 7 часов утра по московскому времени. Мы с вами на платформе ВК-видео. Прямой эфир. Запись будет выложена в YouTube, Routube и Dzen. Посмотрите, где кому удобно, где кому интереснее. Мы занимаемся контекстной аналитикой, зоной объема, акционной толпа техника. 5 моментов, по которым ищем сделки с минимальными рисками и максимальной потенциальной прибыли. Погнали! Понедельник. Подготовительный день ко всей неделе. По факту у нас недостатков общих, можно сказать, таких два. Это первый календарный недостаток, связанный с тем, что у нас Америка все еще спит. Основа того, что мы торгуем, это данные биржи CME. Основные объемы, которые приходят, это, конечно же, именно с Америки и именно в американскую торговую сессию. Поэтому до того, как у нас Америка вступила в бой, вступила в борьбу, лучше немного риски сократить. А если сделки будут открываться в разгар американской сессии, то, конечно же, этот недостаток можно убрать и по нему риски не сокращать. И плюс общий такой недостаток, который я бы назвал, это экспирационная неделя. У нас экспирация, давайте здесь я сильно опционно не смотрю, не прогружаю. 6 числа будет по валютам. И поэтому, в принципе, неделя экспирационная. Особое внимание обращаем на те моменты, когда мы находимся в убытках. Если мы находимся в убытках по опционам, то, конечно же, нужно прям 100% сокращать риск, а не на какие-то... Ну, то есть там не на 10%, не на 20%, а прям реально в 2-4 раза резать риски. Все, поехали. Определяемся сначала с маржинальными трендами. Далее будем смотреть с технической точки зрения на эти тренды и как нам объемы помогают или мешают входить в ту или иную позицию по направлениям, указанным маржинальным трендам. Поехали. По евро маржинальная тенденция в лонг, но технический слом уже второй раз подряд. Вот эта расширяющаяся модель действует, да, поэтому технический слом объективно мешает работать нам на покупку данного инструмента. По британскому фунту также маржинальный лонг, по технике есть одна проблема, это отсутствующая информация. С другой стороны, радует перебитие вот этого максимума, поэтому посмотрим, что можно здесь делать. Австралийский доллар, смена маржинального тренда. Новозеландский доллар, тенденция лонговая. По ауди, кстати, сменилась шартовая на лонговый. И вот по основным четырем первым инструментам, мы видим, пошло общее ослабление доллара США против того ралли трамповского, да, как можно назвать, как многие называют, вернее, те движения, которые были на укрепление доллара после выбора президента США. Далее, если мы посмотрим на инструменты, где доллар стоит на первом месте, то три основных инструмента нам также показывает ослабление американской валюты. Это пара доллар-иена. Один из самых сильных инструментов на сегодняшний день. Появился небольшой недостаток относительно идей пятницы, но с другой стороны, один из недостатков исчез, тоже будем подробно разбирать, посмотрим на него. Доллар-Канада, тенденция в шорт, доллар-Швейцарец, тенденция в шорт. Единственный инструмент, где в рамках внутридневного импульса у нас идет, ну, в противоход, скажем так, да, то есть у нас, во-первых, здесь разнонаправленность тенденции, внутридневной и среднесрочной, и, немного неправильно сказал, здесь среднесрок указывает на рост доллара США, и только внутридневной импульс в совокупности к другим инструментам показывает это ослабление. Понятно, что внутридневную тенденцию здесь работать не будем, но, забегая вперед, если вы хотите по какой-то своей причине, по какой-то методике, по каким-то, возможно, данным, которые вы получили с других рынков, или от других источников, или, не знаю, других блогеров, может быть, которые там, или других инвесторов, если у вас есть сигнал именно в рост доллара США, именно доллар-мексиканец, инструмент, по которому сегодня я бы дал основной акцент на рост доллара. Далее, золото, тенденция шорт, серебро, тенденция шорт, нефть, тенденция маржинальная в лонг, S&P, наконец-то мы обновили тот самый максимум, который на протяжении трех недель мешал нам работать на покупку, тенденция в лонг, NASDAQ в лонг и Dow Jones тенденция в лонг. Вот основные направления, по которым мы будем с вами искать точки входа. Поехали! Спонсор трансляции компания FreshForex. Все те бонусы, которые выдает компания и те, которыми я пользуюсь практически по всем счетам, указаны в описании. Это и 101% под просадку. Лучший бонус, который нужно брать всем тем, кто торгует именно на весь депозит. Но опять же, это торговля по-умному, я бы сказал, когда у вас есть определенная сумма, и вы не вносите весь депозит, дабы защитить себя от проскальзываний, а вносите только на счет ту сумму, которая вам нужна для входа в ту или иную позицию. И зайдя, ну и внеся эти самые средства на счет, получить еще и 101% под просадку, конечно же, это очень и очень круто. Также есть бонус 300% на каждое пополнение. Это бонус, который позволяет вам работать в долгосрок, то есть занести определенную сумму, именно максимальную сумму, и работать в процентах от депозита. Также, если вы работаете в процентах от депозита в долгосрок, я рекомендую вам использовать бонус Мега Ребейт до 20 долларов с каждого лота. Тут уже в зависимости от того, какой именно у вас стиль торговли, я работаю, беру именно те самые 20 долларов с каждого лота. То есть я за каждую убыточную свою сделку получаю часть спреда назад. То есть именно 20 долларов с каждого проторгованного лота я забираю себе назад. Это основные акции, которые действуют от компании FreshForex+. Не забываем о том, что за пополнение 1000 долларов вы получаете любой софт от FX4Trader на 3 месяца. И при пополнении на любую сумму, 3 пополнения в неделю вы можете делать и в пятницу участвуете в розыгрыше софта на 1 месяц. В пятницу не стал говорить вам об одном интересном моменте, но новый пул у нас выскочил на Bybit. И все те, кто хотят получить дополнительный какой-то бонус в виде живых денег, от тех денег, которые у вас уже есть, рекомендую по ссылочке в описании присоединиться к этому пулу. Мое личное мнение, это не будет какой-то мега серьезный сильный пул. Скорее всего, не самые крупные проценты вот здесь получатся. Понятно, что если смотреть в прошлом, по прошлому, морфа у нас тут АПР, итоговый аж 459 был при выполнении определенных условий. По мажору 120% это процентная ставка годовые. Там траст мы смотрели 128%. Так вот, я считаю, что по вот этому новому пулу будет приблизительно вот как вот здесь. Вот где-то 100-120 максимальный итоговый. Не сказать, что это... Но это максимум. А вы должны понимать, что по факту ориентироваться нужно вот на такую цифру. Неплохо, конечно, но это не те крутые цифры, которые мы, скажем так, в ноябре получали с некоторых пулов. Ну, опять же, первый пул, ссылка в описании. Переходим, вносим средства. Да, не очень удобно, не очень комфортно сейчас работать будет с монеткой МНТ, потому что она достаточно дорого стала стоить. Вы помните, летом, когда я находился в отпуске, именно тогда я основные покупал монетки. Там они стоили в два раза дешевле. И только на этом я уже 100% депозиту себе заработал именно по этим монеткам. Пока продавать не собираюсь, но внимательно теперь слежу за стоимостью этих монет. Но, тем не менее, если вы хотите чуть большую процентную доходность, можно с долларов приобрести эту монетку именно на действие пула МНТ, а потом вывести назад. Кстати, те, кто просто держит монетки любые, да, ну, в частности, USDT держит непосредственно на процентных вкладах на сайте Bybit. Ну, сегодня просто же скач какой-то идет, да, смотрите, нам 42% годовых дают по долларам, да, и 37, если больше 500. То есть вот у меня лежит сейчас под 37% годовых в долларах. Да, опять же, у меня здесь небольшие суммы по той самой причине, что у меня несколько таких аккаунтов, они открыты не все на меня. Именно здесь сумма небольшая, но свой копеечку просто, чтобы деньги не лежали, 37% годовых. Да, пускай это будет всего лишь день, а даже меньше, но все равно интересно. Поехали, возвращаемся к торговле на рынке Forex. Работаем сейчас на этих обзорах именно максимально консервативно, ищем короткие, аккуратные сделки со стопами. И первый инструмент это евро. Как я сказал в начале обзора, у нас был первый текст слом вот здесь получен. Только-только вроде бы вышли из текст слома, и следующий текст слом получен вот здесь. Сейчас мы перебили этот меню. Неважно, что у вас было, какие-то сделки, может быть, были открыты. В режиме онлайн никаких сделок по европейской валюте не совершаем до момента, пока не выйдем за пределы диапазона. То есть, либо максимум 0.5967 не перебьем, а учитывая близкое расположение недельной контрольной зоны, я бы даже ждал для хороших покупок уход выше вот этой котировки 1.06.286. Ну, а для продаж нужно ждать ухода ниже, чем зона 1.2.04.955. Только после такого выхода будем искать, в какую же сторону будем работать и с каким риском. По толпе напрашивается смена тенденции. Слишком много убыточных покупателей появилось, хотя есть плац сдерживающих лимиток, но общий набор покупателей за уже третий, четвертый торговые сутки, да, ну, третий, можно сказать, да, если брать чисто вот этот меню, конечно же, намекает нам на возможную смену тенденции. Поэтому вот это более предпочтительно, и, возможно, мы будем работать на укрепление баксов в скором ближайшем времени, но пока ничего не делаем. По британскому фунту здесь у нас, если быть честным и откровенным, то в пятницу вот здесь был вход. Вот он вход, идеальный адепок, это был классический паттерн, ложный пробой, который мы разбирали, идея по которым была выложена в общий чат, и вот она классика. Кто смог вот здесь зайти в позицию, но, блин, очень обидно. Да, реально, мы несколько пипсов до цели не дошли. Смотрите сами, держать, не держать позицию. По сути, этот паттерн еще не сломан, но то, что мы видим теперь мощный уровень сопротивления, обоснованный вот этими двумя максимумами, плюс здесь жесточайшая лимитка. Возможно, именно эта лимитка начала вот здесь срабатывать и не пустила инструмент в рост. Все это мне говорит о том, что какие-то новые идеи нужно учитывать, при входе в новые позиции нужно учитывать вот эти недостатки. Какие новые идеи могут быть? Обратите внимание на вот эти объемы, по сути, на вот эту всю проторговку, в рамках которой мы забирали вот эти внутридневные импульсы в лонг. Вот этот внутридневной импульс в лонг, если вы по нему сидите, не дошли еще до тейка, позиция без убытки должна у вас быть. Так вот, вся вот эта борьба, которая здесь у нас велась на прошлой неделе, по сути, это вот такой вот диапазон. И вовнутрь этого технического, более того, объемного диапазона у нас попадает зона 1-2. Поэтому, как и в пятницу я говорил, так и сегодня говорю, основная идея покупать данный инструмент, это все-таки лонг от зоны 1-2. Но сейчас я бы внес такую маленькую корректировку в постановку тейк профита. Вот эти сопротивления плюс вот эта лимитка. Не могу сказать точно, куда поставить, но вот просто приблизительно там плюс-минус 10 пунктов. В общем, покороче нужен первый тейк. Далее уже берем тейки, которые указаны по промейкеру. Это 27664, это зона НКЗ голубого цвета. И 29064, это зона НКЗ золотого цвета. Вот такая основная идея по фунту на сегодняшний день. И именно ее придерживаемся. Ждем паттерн на максимально глубокой коррекции. Он нам показывает толпа по этому инструменту. В принципе проблем нет. Лимитки максимально крупные. Приблизительно в зоне 1-2. Тут стопики какие-то есть. Ну, напрашивается откат. Вот будет или не будет рост. Не зная, каким же риском-то работать эту идею. Значит, отсутствующая информация, это главный недостаток, который мы должны с вами использовать. Средний ход. Ну, теперь по сути не смотрим. Хотя да, вот она очередная отработка среднего хода. По факту, вот здесь мы начинали сокращать риски в шорт. Более того, прогнозировался выход к концу месяца. Это 90%. Почти статистика, что мы вернемся в пределы среднего хода. Вот она классика отработки МКЗ, так называемых месячных контрольных зон или средний ход месяца. Сейчас этот момент нам не мешает. Только отсутствующая информация. Плюс понедельник. Если паттерн здесь нарисуется у нас до открытия американской сессии, то я бы тоже риски немного сократил. Но опционы, в принципе, здесь не мешают. Работать лонг, наоборот, даже помогает. Поэтому 0.25-0.5, такой процент риска я бы взял от депозита, поработать на покупку фунта при формировании паттерна в районе зоны 1.2. Циралистский доллар поменял тенденцию. Еще в пятницу рисовал вот эту техническую картину, в рамках которой мы не работали в лонг, а в рамках которой говорили о том, что если работать шорт, то нужно дождаться пробития вот этого минимума. Теперь внутренняя структура всего вот этого маржинального импульса по факту нам не интересна. По той самой причине, что мы поменяли тренд. Единственное, что мы теперь работаем, это весь этот импульс и пробитие каких-то экстремов внутри этого импульса нас сильно не интересует. Обращаем внимание на скопление объемов. Оно идеальным образом совпадает с зоной 1.4. В принципе, к этой дробной зоне мы уже подошли и ее протестировали. Мешает работать на покупку депок коррекции, который в режиме онлайн находится по котировке 65.116. Слишком высоковато, чтобы зайти в позицию даже при пробое этого депок зигзагом. Поэтому для входа в лонг нужен паттерн на поке, который изменится. Нам нужно увидеть изменение депок. То есть нам нужна вот здесь проторговка чуть побольше. Либо какие-то крутые пластерные разовые вливания, которые приведут к тому, что объемы всего вот этого падения окажутся ниже. И далее при формировании здесь любого паттерна будем входить в лонг. Более того, очень хорошие, далекие такие цели у нас есть. Вплоть до недельной зоны золотого цвета. Недостатки, отсутствие информации плюс понедельник. Максимально возможный риск берем 0.25. Посмотрим, что у нас по толпе. Здесь недостатков глобальных с точки зрения ратиос нет. По правому стакану плюс-минус все одинаково. По левому стакану, конечно, меня смущают вот эти крупные лимитки. Но давайте все-таки 0.25 возьмем риск максимальный на покупку. Вазеландский доллар по данному инструменту лонговая тенденция продолжается. Здесь куча идеи у нас была на то, чтобы купить. Но все-таки самая главная формация это покупка от зоны 1.4. И к этой самой зоне, по идее, пятница мы подошли только сегодня. Так же, как и по австралийскому доллару, ПОК в режиме онлайн серьезно мешает заходить в позицию на покупку. Ждем падения ПОК. Для этого нужно либо долго поторговаться непосредственно на зоне 1.4, либо какое-то крупное вливание, которое за раз может изменить этот самый ДПОК. После изменения ДПОК наша задача фильтровать КМ, увидеть глобальный минимум, за которым мы будем ставить стоп. И только после этого будем входить в позицию на покупку. Что у нас по недостаткам? Здесь их больше. И связано это с тем, что у нас есть ювелирнейшее удержание нижней границы недельной контрольной зоны в пятницу. Более того, мы к этому уровню подходили еще раз. Более того, еще раз мы подходили. В общем, супер серьезное сопротивление у нас нарисовалось по 59.27. И помимо технической составляющей, здесь же у нас еще идет и маржинальная составляющая. Плюс отсутствие информации. Плюс понедельник день, когда в США все еще не начались основные торги. В общем, если и работать на новозеландский доллар в лонг, то минимальными рисками. И опять же повторюсь, для входа в лонг нужно увидеть несколько пунктов. Первое, изменение объема. Второе, технический паттерн, который позволит нам поставить стоп и увидеть слом коррекционного тренда. Только тогда входим в позицию на покупку, риски минимальные. Данные по толпе тоже противоречат этому входу на суточный, да даже и двухсуточный набор покупателей идет. В общем, если и работать, один из самых худших инструментов для работы в сторону ослабления бакса. Это новозел. А в сторону укрепения бакса пока сигнала здесь нет, потому что четвертинка все-таки удержана. И для того, чтобы работать на продажу по данному инструменту, и много косвенных сигналов говорят нам об этом, лучше дождаться закрепа ниже четвертинки, либо даже одной второй. Кстати, обратите внимание, вот у нас где находится уровень POC. Если пролонгировать, вернее, посмотреть слева именно на профиль, то вот у нас, да, максимальная такая шишка всего этого профиля. И если мы вот таким образом протащим, мы видим, что мы, ну вот, плюс-минус так к этой шляпке такой и подошли. Тоже довольно серьезная проблема. В общем, самый худший инструмент для покупки, для, скажем так, работать против бакса, это новозел. Идем далее. Доллар, японская иена. А вот этот инструмент, наверное, я бы назвал самым лучшим с точки зрения того, что у нас два таких разных рынка. Это, ну, вернее, не рынка, а способа аналитики. Это маржинальная и объемная. И обе указывают нам на один интересный момент. Зона золотая 1,4 усилена объемами контракта. Как я сказал в начале обзора, добавился недостаток. Этот недостаток называется объемы последнего импульса. Но в этот же момент я сказал, у нас исчез один недостаток. А это мы закрылись ниже недельной контрольной зоны. Опять же, ювелирника сходили, да. Посмотрите на вот это. И посмотрите вот сюда. Все, больше эти данные нас не интересуют. Использовать эти цели в качестве долгосрока, кстати, можно и даже нужно. Но не только, но именно в качестве целей. Но никак не в качестве потенциального входа в позицию, как вот может показаться многим. Вот здесь замечательный бы вход был. Нет. Когда мы были здесь, здесь этой зоны просто-напросто не было. Вот эта зона здесь была, когда мы были вот здесь, да. Сейчас средний ход у нас 801 пункт. И в принципе использовать в качестве долгосрочных целей. Ну, допустим, мы здесь каким-то образом продали. У нас есть внутридневной тейк технический. Далее среднесрочный маржинальный. Далее долгосрочный маржинальный. И далее вот еще ванк такой тейк на будущее. Если у вас позволяет объем разбивать общую позицию на 4 как минимум части, то почему бы не использовать вот такой тейк профит? Это было и здесь. Там в лонг можно было к вот этой цели работать. Здесь в шорт к вот этой цели. Почему бы сейчас в шорт к вот этой цели не поработать? Так. Какими же рисками-то мы будем пытаться эту идею своим поторговать? К сожалению, несмотря на то, что она вроде бы самая сильная, все равно риски будут небольшими. Смотрите. Апциончики вот здесь вроде бы помогают. Посмотрите на вот эту границу рынка. Здесь же у нас зона маржинальная. Здесь же у нас объемы. То есть диапазон между котировками 151.47 и котировкой 151.80 очень сильный диапазон, который может дать хорошее движение вниз. Если мы зацепим 151.931, понятно, любая наша идея на продажу отменяется. Каким бы красивым паттерн тут не рисовался, не работаем. Но если перебития этой котировки не будет, то я вот такую формацию с удовольствием зайду в шорт. Первый тейк будем ставить на объемах. Давайте-ка мы вот так эту линию бросим сюда. И 150.16 у нас получается тейк профит номер один. Далее цели берем по промейкеру. Ну и хотите дальний тейк по границе рынка с точки зрения среднего хода. Недостатки. Продажа в объемы. Раз продажа в понедельник пытаемся поработать до открытия Америки. Это второй недостаток. То есть их два. Ну и в принципе все. Получается 0.25 риск. Больше каких-то серьезных проблем я не вижу. По толпе тоже этих проблем нет. Да, не так страшно. Но все-таки 0.25 риск максимально возможный по японской ине. Доллар Канада. Ну блин. Как классно изменился у нас ПОК в ходе торгов пятница. Давайте сейчас точно подстрою все. Вот это изменение меня радует. Как же классно изменился ПОК. 1, 2. А тут ПОК опять не дает. Вот вроде бы вот так в ходить не дает. Интересное место, где мы сегодня остановились. Нет, ребят. Вот эту ситуацию не расторговываем. Здесь сильные объемы нам не помогают. Значит смотрите. Только высоковолатильный паттерн между зоной 1, 2 и зоной золотая 1, 4 позволит более-менее по правилам зайти в позицию. Во-первых, это будет на объемах. Во-вторых, это будет от двух дробных зон. Недостатком я бы взял вот этот минимум. Но он близко к этому минимуму. То есть у нас появился технический такой недостаток в виде мощной поддержки. Плюс отсутствующая информация. Это тоже недостаток. Тоже как средний доход. Мы прошли замечательно. В прошлом месяце, да? Так, ну понедельник. В общем, если работать эту идею, то риск 0,1. Ждем изменения ПОК. Во-первых, ждем роста. Ждем проторговки. Если все это будет, тогда заходим в шок позицию. Швейцарский франк. Вот очень неприятно тоже. Техническая картина. Смотрите, как много проблем. По евро мы видим такую проблему, да? Серьезную. Где-то еще, еще, еще. Где-то мы ее видели. В общем, вот техническая проблема со взятием цели. По Канаде. Техническая проблема по швейцарцу. Вот работать в шорт. Как здесь поработать сейчас, если у нас серьезная такая проблема. И даже не буду ничего рекомендовать по швейцарцу. Потому что тут очень много вообще недостатков. Как в лонг, так в шорт. Нет общего понимания, куда входить. Идем дальше по мексиканцу. Разнонаправленность тоже серьезно мешает. Но, если и работает, то, как я сказал в начале обзора. При тестировании зоны 1,2. Здесь же объемы контракта. Если мы не уйдем ниже, чем котировка 20.09210. А перебьем максимумы сегодняшнего, вчерашнего дня. И при всем при этом у нас произойдет изменение вот этого фок. То минимальным риском входим в лонг. Почему минимальным? Да, вот они объемы. Раз. Вот они объемы. Два. Плюс низкая ликвидность данной пары. Три. Плюс понедельник это четыре. Все эти недостатки говорят о том, что если работает, то риски минимальные. Нефть. Неужели 1,2,3? Да, 1,2,3 нарисовался, но не отработал. Но у нас сейчас сложный пробой есть. Опять же, теперь мы не вот на этот максимум обращаем внимание, на который до этого смотрели. Теперь вот у нас есть новый максимум, на который мы смотрим. И это контрольный максимум. И если вот это движение мы можем представить и вот на такую, на такие составляющие разбить, то пробой этого максимума скажет нам о том, что шортовое движение с технической точки зрения возможно сломалось, и мы можем поработать в лонг. Вот идея по нефти на сегодняшний день. Отсутствующая информация о убытке по опционам. Понедельник 3 недостатка. Максимальный риск 0,1. Цель максимум. Цель 2 недельных зоны. Стоп за минимум сегодняшнего дня. Золото. Здесь что? Нуждал проявление инициативы. Рекомендации не давал. КМ не пробит. КМ только вот эта точка. Ни в коем образом не эта. Здесь проблема удержания недельки. Плюс отсутствие информации. Плюс объемы последнего импульса. Хотел предположить вот такую информацию, но... Очень много недостатков. Значит, давайте так. Покупать пока точно нельзя. И поэтому для себя я все-таки жду смены тенденции, чтобы в будущем вот таким образом поработать на покупку. Продавать объективно тоже нельзя. Слишком большое количество недостатков. Но если вы хотите что-то совершить по золоту, то вот эти объемы... Сюда бросаем лимитку. Цель минимум. Цель две недельных зоны. Но я бы рекомендовал это делать прям самым маленьким риском. Аккуратненько. Серебро. Здесь тоже серьезные проблемы. Помните? Ждали, проявили инициативы покупателей или продавцов. Мне не нравится, как объемы контракта идут вслед за ценой. С другой стороны, это уже мартовский контракт. Это не декабрьский. Мстинально открытый интерес уже именно на марте. Поэтому можно, скажем так, понять, почему объемы... Ну, вроде чуть поторговалась, объемы упали. Опять чуть поторговались, выросли, упали, выросли. В общем, ну это неприятный момент. И сейчас вроде бы они сверху. Но если мы подойдем к ним... Вот общая бы рекомендация была в обычный день вот такая. Но опять же, мы видим, как много здесь было объемов. И видно это по профилю. И отсюда, по сути, это работать в профиль серьезный. Я бы тоже здесь рекомендовал подождать проявление инициативы. Либо покупателей с закрепом выше 1,2. Либо продавцов с уходом ниже, чем 29,655. Но, как и по золоту, если у вас чешутся ручки и нечего делать, лимитка на по контракта. Короткий стоп. И, наверное, здесь даже будет поприятнее и поинтереснее, нежели по золоту. По причине того, что тут соотношение прикольное. Короткий реально стоп. 1 к 4 до первого тейка. 1 к 5 до второго тейка. 1 к 10 тейк номер 3. Поэтому вот я бы между металлами все-таки... Либо вот такую идею. Стоп 200, тейк 3. Даже 1 к 2 нету. Ужасное соотношение даже до дальней цели. То здесь все-таки вот так, если поработать, то по крайней мере соотношение. Но риски минимальны. Н-формации нет. Если входить от объемов контракта, то это входить выше, чем объемы импульса. Плюс по ходу движения серьезные проблемы с бывшими, с прошлыми объемами, вернее, контракта. Поэтому минимальными рисками. Медь. Только пробой вот этих максимумов позволит нам поработать в лонг, пока не делаем ничего. Вот этот канальчик, условно, я как бы нарисовал, можно его удалить. Потому что он движется. Ну, скажем так. Вот диапазон, выход за который позволит нам поработать в лонг. Ну, соответственно, только выход наверх. Вот формация, по которой мы что-то будем делать. Ну, а вообще мы в этот диапазон уже полторы недели назад пришли. И как-то слишком опасненько все это выглядит. Рекомендаций никаких нет. S&P наконец-то, да. И вот сейчас поработать-то можно, да, при выполнении следующих условий. Ну, во-первых, мы должны с вами свалиться в диапазон выгодных цен. Все объемы у нас ровно 6000. То есть, мы должны увидеть тест четвертинки. Пока это 5,980. Может быть, даже было бы интереснее увидеть еще небольшой рост, чтобы четвертинка четко совпала с этими объемами. Как альтернативный вариант оставим. Почему альтернативный? Да потому что еще нет вот этого максимума. Мы только его предположили. Основной же вариант на сегодняшний день будет. Это все-таки тест четвертинки с импульсным уходом выше. И на коррекционном откате входим в лонг. Вот формация. Цель максимума. Цель две недельных зоны. Так, средний ход нас сейчас не интересует. По опционам у нас здесь по месячным проблема. Это недостаток номер раз. Глобально у нас это исторические максимумы. Ну, 0,25. Почему бы нет? Ну, в понедельник, может быть, 0,1 еще, 0,1, да? С Америки или завтрашнего дня смело можно 0,25 риск брать. Насдак. Ну, подошли к ПОКу. Ну, опять ничего не делаем. Для покупок нужен... Вот как мы по S&P ждали, так и здесь. Я бы ждал. Вот формация, которую в будущем будем пытаться расторговать. Пока никуда не лезем. По Dow Jones. Чуть-чуть максимум обновили, но все равно вот эти все объемы, весь этот пласт объемов, он располагается у нас... Ну, отсюда, если входить, в эти объемы входить не нужно. Тоже пока ничего не делаем. Долларубль какое-то локальное укрепление рубля идет. Но, опять же, это хорошо. И если вы хотите что-то прикупить, ну, плюс-минус вот... Давай так, или нет? Вот максимум. Сейчас я все-таки порисую. Более-менее интересно. Так. Да, вот он уровень 103. Три уровень, по которому я бы пытался плюс-минус набирать какие-то новые позиции. Цель уже вот сюда 115. 18, пожалуйста, забирай. Вот такие идеи по данному инструменту. И биткоин у нас после отмены внутри дневной, которую мы не работали, можно работать в лонг, но теперь вопрос как? Вот эту формацию пытаться расторговать, ну, тогда как бы вот здесь нужно было входить. А если мы сейчас сюда придем, то у нас нарисуется зигзаг уже в противоположную сторону. Поэтому, ну, вот только от четвертинки. Вот если что-то делать, то от четвертинки пытайтесь поработать в лонг. Все. На этом все. Есть чем поработать. На понедельник риски берите, пожалуйста, небольшие. Любые торговые мысли, торговые идеи жду от вас в личку, жду от вас в общие чаты. В любое время, если оно у меня будет, я попытаюсь все это делать. Разобрать моменты, что-то посоветовать. Ну, и вообще по любым вопросам обращайтесь. Я никогда и никому не отказываю. Всем всегда помогаю. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли, максимум профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok